татьяна пути очень интересно но сложно после того чему нас учили тем не менее я поняла много своих ошибок спасибо огромное дело в том что я зацепился писем не таких сотни сложно после того учили вы что интересно настолько вбита в голову что я предлагаю все упростить на 90 95 процентов упростить то есть много операций вообще не делать а некоторые делают спустя рукава или это самое только обычно первый-вторый год ну там плям может загореть надо попрыскать вот скосить надо а потом практически что я с чем это делал нет я не сидел в своей руке я дрова колу вот пожалуйста а в саду я практически чем делал потом сложно было выражаем он такой стежок тяжелый вот тут я схватился за голову 150 трехлитровых банок абрикоса в ролике ты мой через три года выброшу почему появится свежая и так вот это сложно хотя на самом деле легко а сложно потому что у нее это не укладывается в голове как можно вот так вот действительно это вот видя просто вот к этому слову прицепился сложно после того чему научили а потом я кое-что объясню это будет потом значит я еще хотел знаете что я уже не буду я обещал что на каждом пятиминутой будет ставочка из моего опыта про здоровье раз живое имею право учитель даже где-то каким-то оздоровительным мероприятием но причем все ли не буду уже то что я показал купальники на саду совились вот это многим холдом по моему стало все-таки не все середина зимы теперь ребята это упрекла как получилось время от времени через 5 на 6 вебинар я показываю вот эту фотографию и у меня еще я не успел не успел да не успел то есть у меня есть фотография где мы с Еленой Александровной находимся я фотографирую она стоит рядом с пианистом 85 лет вот уникальный человек вот любой садовод может стать уникальным и дело не в том что он посадил саженец железного там этот самый академик или королевский и они за все эти годы дали сумасшедший урожай или позе филиппи вас филиппи вот который тоже дал сумасшедший урожай тут его заслуги никакой гористая местность дело не делая эти холмы дело не делая ямы вот такой склад и поэтому корневые шейки целы основания штамба целы вот никакой заслуги но умудрился если вырастить из сеянца а я показывал фотографию ну такого же уровня как примерно амур ну кусочку брал вот такую то есть такого плода а получил ну в три раза меньше но культурный кусок меня угощал а я вам показывал эту фотографию это было одно а заметьте простой советский садовод уже к нему уже сейчас мне должны звонки вот прямо сейчас воздаться я с академии наук не забудьте потом это самое мне нужно от вас адрес этого самого чтобы тот серий взять на учет а вот это еще интересный я уже рассказал всего один раз и жалею почему никто не купил ни одной косточки черешни а это ребята черешня особенная у мужика у пианиста а музыканты также как художник чернобаев талант он как пианист талант у них руки особые понимаете особые и вот эти особые руки взяли и на степную вишню кустарниковую привели веточку черешни это же черешня боднара красная и привели причем привел так удобно удачно что мы там были 3 года и все три года черешня на степной вишни степная вот в этом весь смысл в этом вся в этом вся изюминка да какая изюминка это изюминка на торте это такое чудо что все а у меня фотографии есть но поздно спохватился вот когда я фотографировал 6 января недавно вот я не успел найти фотографию живьем но поверьте на кустарниковой вишни она степная на кустарниковой вот черешня и плодоносит и не собирается умирать все три года и тут я не выдержал на третий год раньше вы не слышали от меня этого только первый раз а я уже жрал извините три года у него и и Александр тоже и набрал у него этих самых вручил ему деньги потому что я не халтурщик знаете почему я решил использовать не просто чтобы заработать на эти косточка а это нужно нескольким институтам которые могут продвинуть на север чем отличается степная вишня от точно как мои огромные вот эти или просто вишня я не говорю про культурную вишню или от черешин она на степной вишне обладает уникальной морозостойкости степная вишня она называется степной потому что она выжила за самых диких условиях она она превратилась в куст этот куст стал ее дом в том плане что прижимается к земле вот вырывает любых условиях степи и получилось вот такое чудо настоящее чудо что дальше надо а когда три года назад еще первый раз сделал фотографии показал вам что рядом у него земли вот так эти степные вишни растут и думаю вот сейчас помните как я призывал сейчас приедет это самое с какого-то института то есть президент академии рохнет кулаком там этом рядом институтом тот 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 вот все рядом почему немедленно и вы копаете и от него россии то есть у них все они связаны одной подземной куповины там их росло с полсотни вот это привитое по повыше а те еще были тогда мне по грудь откопать все заплатить ему 10 тысяч 20 тысяч 40 тысяч откопать все вот эти значит собрать весь урожай отрезать веточки черешневые вот эти которые приняты вот фотографию смотрящий раз покажу найти мне надо недолго десять минут вот значит и все это черенки косточки и вот эти вот корневые отводки по сути увести тут же немедленно хорошо заплатил все нет у него больше все теперь прожить науки не хочет 100 тысяч и вот это чудо дальше должно было опять тиражировать прививая на и у него же еще и степная плодоносила скосочек степной вишни по двое скосочек этих или черенков прямое второе поколение третье на своем элементаре извините термин мой и через поколение черешня станет какой низкорослые вы знаете как я не могу упустил момент и теперь 90 процентов моих черешень я показывал достается птицам невозможно дотянуться для фотографии есть на стремянке еще столько же не дотянуться вот это все возвращаясь поместали никому нахрен не надо ни одной косточки не продано ползим и прошло вот сегодня девятое давайте хотя бы разбирайте уже в качестве будущих у вас свои есть ведь степная вишнина самая распространенная берете косточки поращивается делать из них приводит или теперь уже они напитавшись от именно это то что пусть это не совсем по научному но реально напитавшись ген от цепной вишни в эти косточки в черешнях достаточно теперь морозостойкости и низкосортности то есть поколение быть покороче покупайте куда мне одевать самовыращивать а лучше бы конечно приехали с института но сами знаете сейчас они разбежались стоит у меня банка с косточками вот это одна самая сладкая слива вы что думаете это дерево привито что ли его предков в тысячи поколений никто ни разу не привил а почему она такая получилась гибридная 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 вот теперь дойдет до кого-то что вот это все в ней заключены гены красных желтых вот синих каких угодно и получился вот такой гибрид вы думаете я его выводил вот появился вот и все косточки легать никому нахрен не надо кажется я ни одной не продал нет один заказ 10 штук было а эти официальные выбрасывать я не могу это все растить так я же институт и не этот самый и не промышленный сад вот вот это самое домашний бархат на всякий случай заготовил никому не надо один человек заказал я его вышел остальным даром не надо ну кто сказал что ценнейшее лекарство на растения оно не надо вот я цветочки садят эти самые как их называют даже деревья кусалики их называют декоративные вот за красоты необыкновенная деревья которая спасут вас от десятка болезней весной выброшу вот посмотрите на это чудо в сибири прекрасно плодоносят и не в одну зиму даже ту самую предпоследний сорок раз ну тогда уже получается если эту зиму считать то получается три зимы назад и не убила за ничего я такой же выражать ну почему их нельзя есть пусть они это личина пусть она это как бы дикая форма ну кушай то я то на ней вырос я ожидаю и осенью смотришь тут 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 поросла не успеешь скосить вот уже саженцы Сергей десятка три выкопал пересадил питомник они сейчас стоят никому не надо почему ведь если бы они были бы в каждом саду мол свои что это там навязывать ну сколько вас меня смотрит ну если одного двух она есть и то где южнее меня а в сибири я не могу продать по 10 рублей вот эти косточки почему что случилось с садоводами ведь мой это самое у меня там 100 заходов каждый день в этот самый на мой сайт вот в год получается десятки тысяч все видят каталог никто ничего не берет это не берет это не берет это не берет это самые ценные вещи какие вообразить невозможно ведь это же не на Украине где теплее где где конечно это это бы там попрез говорили сказали бы мы лучше фрундок выращим то есть здесь то в сибири и это никто не берет я получаю как бы их назвать то я получаю такие восторженные отзывы про эту ленту вот пожалуйста обещал найти нашел приходит ко мне эта посылочка а в ней я вам делаю подарок это мне профессионалу а там вот это вот рулочек и ненастоящий нож это мне подарил сапрона антон валерьевич вот а заточка на две стороны мы и вот ради этой пяточки его назвали даже это окулировочная пяточка для окулировки раздвигать кору а его назвали заточен на две стороны вот этот тонкий тонкий посмотрите а тот толще в два раза и попробуйте его после этого на одну сторону переточить замучитесь и получилось что этот набор с тем ножом и вот с этой лентой назвали набор для прививок ну мне прислали из лучей по-моему человек хотел сделать хорошее дело и вот это вот смотрите вот эта сопля видите вот эта сопля вот и вы думаете когда вы обмотаете она будет вот так держать это сопли настоящие сопли вот а свои я показываю вот вспоминаем ах только я не хочу сейчас отвлекаться не в дом скачет по родной про то же вот она настоящая фигура ничего мне не сказал я сегодня обнаружил себя на этом саду на флешке взяла и в летней кухне фотографировала то что я вот я вырезал черенки а торцы замазывал вот он есть тот самый знаменитый лак мастика долматова всех достоинств я не мог изучить я никогда не мазал раны другие утверждают раны зарастают под лак мастикой она волшебная вот я использую только то что посреди зимы она такая же такая же ну чуть чуть от мороза погуще беру и наношу замазываю раны которые остаются после того как я заготовляю черенки торцы замазываю этим я ограничиваю все остальные достоинства отпугивания мышей залечивания ран но такая слава не идет вот поэтому а мы дружим с Валерием Санычем у него очень тяжелый период жизни и заказав ему такую лак мастику можно помочь ему так сейчас прошел ровно час мне нужно маленький сделать сейчас раз я упомянул слово фасовка мне надо не забыть следующее сказать начиная я начал фасовку уже в сыром песке распасованная в виде упаковок потом подробнее будет да вы видели все эти фильмы вот именно слив и черешин пока только это идем дальше и кстати сказать вот это вот видите смотрим какого числа шестого я сделал фотографию а где-то первого или второго я поставил черешин на сертификацию вот это чтобы и срок про персик особый разговор он будет ниже что не что как сом это Продолжение следует...